МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Картина дня в репортажах журналистов МТК-видео на канале ТНТ в этом выпуске. В очереди за рыбалкой. Промысел коренных малочисленных народов под угрозой срыва. Росрыболовство не успевает выдавать необходимые справки. Они уверяют, что вопрос будет снять. Доберутся до Снежного. Снос незаконных построек начнется в поселке на следующей неделе. Проблема не решалась годами. Здесь у нас проживает более тысячи человек. Тренируются на дробинках. Промывки золота в Магадане обучают всех желающих. Интерес колымчана возрос с появлением чемпионата старательский фар. Спина. Если она не прыгла, то его тяжело болеть будет. Об этом и многом другом за 15 минут. Морской торговый порт Владивостока может приостановить работу. Об этом сегодня сообщило информагентство на dv.ru. Причиной адвокаты предприятия называют арест счетов. Это связано с уголовным делом братьев Магомедовых, которых обвиняют в хищениях из бюджета. Принадлежащая им компания «Сумма» – основной акционер группы «Феско», в которую и входит порт Владивостока. Он занимается перевалкой японских машин, грузовых контейнеров, зерна, рыбы, леса, стали, потребительских товаров. Перебои в работе могут сказаться и на поставках в Магадан. Сегодня на клайме стартовала путина для коренных малочисленных народов с севера, но вовремя пойти на рыбалку смогли только около 500 человек из 5000. В Магадане Охотское территориальное управление Росрыболовства за пять дней выдало 300 разрешений на ведение промысла. Осталось более тысячи. Степан Шахурдин приехал из Армани. Рыбак жалуется, что теряет время, а рыбалка уже идет. Я приезжаю сюда второй день уже. Вот человек есть тоже второй день находится. Женщина. Вчера я с бабушкой приезжал. И мы еле как упросили, чтобы бабушку пропустить. Это в самом конце. До упора мы до трех часов сидели. Документы для рыбаков выписывает один сотрудник и только в определенные часы. По словам начальника Магаданского отдела контроля, надзора и рыбоохраны Сергея Хазана, представители коренных малочисленных народов Севера могут вести лов и без именного разрешения. Но на практике из-за отсутствия выписки рыбаков штрафуют пограничники. Контролирующих органов. Понятное дело возникнут резонные вопросы. А имеется ли у человека решение вообще в принципе? То есть подавал ли он заявку в прошлом году, чтобы в этом году ловить? Это во-первых. Во-вторых, все-таки должен вестись и какой-то учет выловленным рыбе. В ближайшие дни для выдачи разрешений добавят еще одного сотрудника. Это поможет избежать больших очередей. Жители из числа коренных малочисленных народов будут вылавливать рыбу до 16 сентября. В этом сезоне на человека выделили 10 хвостов кеты, 41 горбуши, 4 кижуча и 5 килограммов гольца. Демографическую политику обсудили сегодня в правительстве Магаданской области. С отчетом выступила министр Ирина Ларина. Она начала с показателей, которых достичь не удалось. Ожидалось, что численность жителей региона превысит 146 тысяч. Но на сегодняшний день колымчан 144 тысячи с небольшим. Статистику портит отток населения. Несмотря на то, что за 10 лет он снизился почти вдвое, ежегодно область теряет до полутора тысяч человек. Вносят лепту и болезни. Например, смертность от онкологии в минувшем году выросла на 7%. Чиновники одним из решений проблемы считают повышение рождаемости. А этому может способствовать и новый роддом. Сконцентрировав на одной базе женскую консультацию, которая сегодня находится в жилом доме, в приспособленном помещении. Центр планирования семьи, также расположенный в жилом доме, в приспособленном помещении. Гинекологическое отделение, которое находится в аварийном помещении. Естественным образом создадим условия, которые, ну пусть опосредованно, но все равно будут создавать желание, усиливать желание наших женщин рожать и рожать больше. На совещании Сергей Носов сообщил, что возглавил рабочую группу по подготовке заседания Президиума Госсовета. В сентябре он соберется во Владивостоке. Обсуждать будут исполнения указов президента, включая улучшение демографической ситуации. В этих актах будет много участков, у которых нет правообладателей ни на имущество, ни на земельный участок. А на домах без признаков жизни появятся вот такие уведомления. На следующей неделе в Снежном начнется сезон сноса нелегальных построек. Под ковш экскаватора попадут не менее 20 зданий и сооружений. Ну вот тему подняли депутаты Магаданской городской думы во время моего отчета, что мы хорошо работаем, молодцы, город сносим, очищаем, но забыли вот в том числе и на таком населенном пункте, как поселок Снежный. Сами о себе забыли и жители Снежного, говорит председатель Магаданской городской думы Сергей Смирнов. За последние несколько лет от них не поступило ни одного обращения к депутатам. Любое предложение, оно должно рассматриваться, обсуждаться. Ну вот на месте этого сгоревшего, разрушенного магазина можно было бы сделать какой-то сквер со скамеечками, там с детским городком. А вдоль улицы, до реки, где разрушенный мост, можно было сделать какой-то такой вот местный бульварчик, который мог бы стать местной достопримечательностью. Сносу либо эвакуации подлежат гаражи и сараи, контейнеры, киоски, ограждения, металлические конструкции. Всего в мэрии Магадана в списке на зачистку 350 объектов. В ближайших планах, кроме поселка Снежный, улицы Колымская, Берзина, Приморская, Солнечный и Пионерный, Сокол. Снести не проблема. Проблема в том, чтобы подготовить документально этот снос. То есть зачастую стоят вот эти обломки, а собственник числится за ними, и этого собственника нужно еще отыскать. Два года искали виновного в смерти 14-летнего школьника, которого насмерть придавила бетонной плитой. Трагедия произошла в заброшенном недострое Снежного. В мае суд на три года лишил свободы 44-летнего Владимира Купцова. Он нанял группу подростков для разбора здания. Владелец же недостроя на сегодняшний день в розыске. Сносить его власти не имеют права. Ладно, сиди. Спасибо. 1200 магаданцев в этом году не выпустили за границу. Приставы подрезали крылья должникам. В Магадане стартует первый краеведческий библиоквест. В этом году его посвятили культурно-историческим местам Колымы. Футбольные болельщики острят. Мобильный репортер нашел коммунальный повод для шуток в честь победы российской сборной над Египтом. 1200 магаданцев в этом году не выпустили за границу. Приставы подрезали крылья должникам. Коммуналку, алименты и штрафы ГИБДД не хотят своевременно оплачивать более 12 тысяч жителей региона. Общая сумма долга почти достигла 2 миллиардов рублей. Отдельным категориям граждан выезд ограничат, если сумма задолженности превышает 10 тысяч рублей. При полном погашении задолженности судебный пристав исполнитель выносит постановление об отмене временного ограничения выезда должника за пределы Российской Федерации. После чего поступает в департамент пограничного контроля, пограничные службы, федеральные службы безопасности. И данное постановление отменяется в течение трех дней. Долг позволяют оформить в виде рассрочки. Если выплатить его до вмешательства судебных приставов, то можно избежать штрафной санкции. В России подвели первые итоги сдачи ЕГЭ. На профильном экзамене по математике средний балл от прошлогоднего не отличается. 49,8. 9% выпускников получили неуды на экзамене по истории, а на ЕГЭ по химии двоечников было куда больше. Не набрали нужного минимума 15% школьников. Больше всего 100 балльников на русском языке, а меньше на общество знаний. Обязательные экзамены можно пересдать в этом году. Предметы по выбору в следующем. Результат ЕГЭ на отметку в эти статьи не влияет, но получить его не смогут выпускники, которые не наберут нужный минимум по русскому языку и математике. Самое главное первое – это перебуторить хорошенько. Перебуторить песок, то есть перемешать, чтобы драгоценный металл осел. Это первый и самый важный этап в работе с лотком. Так считает опытный геолог Алексей Наумов, который третий год в школе промывки золота учит всех желающих находить драгметалл. Сегодня практиковались студенты политехнического техникума. Для тренировки мы ребятам подкидываем дробинки. И как только они дропят, а свинец, он тоже довольно тяжелый, удельный вес, в принципе, как и золото. Когда они намывают, там сперва пять дробинок, потом шесть, и с каждым разом они понимают принцип работы. И потом, буквально через пять занятий, у них практически всегда стопроцентный результат. Выбрать профессию студентки второго курса Любови Пащенко помогли занятия в клубе «Юный геолог» еще в школьном возрасте. С лотком девушка уже знакома. Сегодня промывает в третий раз. Каждое занятие в школе промывки золота длится в среднем около часа. Обучаться дольше будущим геологам не позволяет серьезная нагрузка на тело. Вес сибирского лотка без воды и без песка примерно 15, а то и 20 килограмм. Самое сложное – это спина. Если она не привыкла, то тяжело болеть будет. Но в дальнейшем она как бы натянется, и надо быть всегда внимательным, потому что можно упустить многое что. В этом году получить старательский опыт пришли 65 человек. Занятия проходят не только для студентов. Курсы посещают все желающие, но уже за деньги. Интерес к образовательной программе ученые объясняют тем, что на Колыме проводится единственный в России чемпионат по промывке золота – старательский фарт. В этом году он начнется 14 июля. Здесь в зоне отдыха горняк любители и профессионалы получат возможность за 20 минут заработать 1 миллион рублей. В Магадане стартует первый краеведческий библиоквест. В этом году его посвятили культурно-историческим местам Колымы. Узнавать историю родного края, по-новому смотреть на достопримечательности города участники квеста могут уже завтра. В течение двух дней соревнования проведут в режиме онлайн. Задания и подсказки организаторы будут давать с помощью социальной сети WhatsApp. Для участия заявились 30 краеведов-любителей. Вопросы мы подобрали довольно интересные, по нашему мнению. Я надеюсь, что мы заинтересуем участников. Для них откроется что-то новое в истории нашего города, позволит по-другому, по-иному взглянуть на эти вещи. И будет интересно. Я надеюсь, что погода будет нам соблаговолить. И пройдет здорово все. Заключительный этап квест-игры пройдет в это воскресенье в библиотеке имени Александра Пушкина. Имена победителей назову 30 июня на Магаданской площади на праздновании Дня молодежи. Итак, добрый день, уважаемые дамы и господа. Футбольные болельщики острят. Мобильный репортер нашел коммунальный повод для шуток в честь победы российской сборной над Египтом. В честь этого события в Магадане открылся еще один замечательный фонтан. Спонсор рубрики «Магазин Мастерок». МТК-видео принимает сюжеты от жителей города и области. Присылайте ваши работы на номер 8-914-859-9060. За ролик, вышедший в эфир, автор получит 100 рублей на счет телефона. 22 июня в Магадане. Облачно, возможен дождь. Ветер восточный 3-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 7, днем от 8 до 10 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 85%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова